Шашлыки жарить можно, но с определенными условиями, одно из которых – наличие средств пожаротушения. Соблюдают ли требования при жарке шашлыков соликанцы, сейчас узнаем. Дело в том, что я человек преклонного возраста, у меня очень плохие зубы и шашлыки в последнее время я не ем. Шашлыки я обычно не жарю, я доверяю это дело мужчинам, я считаю, что у мужчин это получается лучше. Во-первых, надо выбрать того, кто будет жарить шашлыки, ну и присматривать за пожарными запасами, рядышком с мангалом. Вообще-то я ем шоколадку, но мяско хочется. Погодка не позволяет, поэтому не жарю. Ну, вообще, у нас сейчас должно быть хорошенько замариновано, а потом уже жарить. Я не жарю шашлыки, я только ем. Это вообще не женское занятие – жарить шашлыки. Ты приходишь, красиво садишься и вкушаешь. Главное правило, чтобы в мангале не было ничего, кроме углей, ну или дров. Ни в коем случае нельзя бросать туда окурки и всякие фантики. Добавлю, за нарушение противопожарных правил действует штраф от 5 до 50 тысяч рублей. Ну а если будут тяжелые, последствия виновника привлекут к уголовной ответственности. Об этом сообщает МЧС. МЧС. МЧС.